В Киморском муниципальном округе на территории Садового некоммерческого товарищества загорелась лодочная станция. Огонь охватил 500 квадратных метров. Для тушения пожара от МЧС России направилось 48 человек и 13 единиц техники. Кроме того, был задействован вертолет Ка-32 МЧС России, который сбросил на горящее строение 42 тонны воды. Причина возгорания устанавливается. В пожаре никто не пострадал. Вечером 1 июня на Симанском проезде водитель мотоцикла «Ямаха», проигнорировав знак «Движение без остановки запрещено», на перекрестке не уступил дорогу иномарке. В результате столкновения пострадал мотоциклист. С места аварии его доставили в больницу. Тем же вечером во дворе дома по Октябрьскому проспекту автомобиль «Ниссан» наехал на 7-летнего мальчика. Бригады скорой помощи ребенка доставили в больницу. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой. Поздним вечером 1 июня экипаж ДПС начал преследовать «Питбайк» под управлением 18-летнего водителя. Уходя от погони, «Питбайк» выехал на одностороннюю дорогу, где столкнулся со встречным автомобилем «Лады Ларгус». В аварии пострадали водитель «Питбайка» и его несовершеннолетний пассажир. 2 июня на улице Коминтерна водитель «Рено» не выбрал безопасную дистанцию, и иномарка столкнулась со впереди идущим «Фиатом». В результате аварии пострадал 19-летний водитель «Рено». На улице Маяковского водитель «Камаза» не выдержал безопасную дистанцию, и больших груз столкнулся с легковым автомобилем. Женщина-пассажирка иномарки самостоятельно обратилась в больницу. В Твери на улице Орженикидзе на парковке, двигаясь задним ходом, иномарка сбила пожилую женщину. Машины скорой пострадавшую доставили в больницу. Оперативники наркоконтроля МВД России по городу Твери в московском районе областной столицы задержали двух мужчин 19 и 26 лет. У одного из задержанных обнаружено 35 полимерных свертков с метадоном. Задержанные планировали распространять наркотики через тайники закладки. Возбуждило уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.